Пост про эскорт и увидела там столько всего конечно мне радует что 70 процентов людей меня поддержали в этом вопросе остальные 10 процентов 15 даже 20 в общем говорили о том что нет но я не поняла ты же ведешь развратное шоу послушайте вот на эту тему хочу всем объяснить раз и навсегда когда начиналось 14 лет назад реалити-шоу дом 2 и на тот момент когда мы узнали что некая елена беркова которая была участницей нашего проекта оказывается снималась в порно мы все обалдели и ее при том что она была очень яркая героиня у меня была яркая история с романом третяковым там прям были отношения все дела но мы ее убрали с проекта дальше шло время сейчас вы обвиняете в том вот ты сутенерша вообще как можно говорить такие вещи на меня да я прежде всего мама я жена и никогда в жизни никаким сутенерством не занималась какая-то глупость просто несусветная на я ведущий реалити-шоу дом 2 шоу о любви о построении отношений и все что мы показываем это то что вам интересно это то что привлекает ваше внимание что у вас есть это то что помимо того что это есть у вас в жизни вы к этому проявляете интерес вам нравится когда на проекте дерутся и не отрицаете это вам нравится когда интриги вообще сейчас время фриков а время каких-то что такого подтянули всех фриков которые можно что я оскорбил да мне все равно вообще вот сейчас время какого-то сумасшедшего эпатажа и вам же это нравится вы это смотрите вас поэтому реальти-шоу существует 14 лет что касается того что вы берете во первых мы не знаем о том что эти девочки оказывается были в эскорте это все узнается на проекте они приходят вы думаете они на кастинг приходится лиц и говорит здравствуйте я марина значит 10 лет отработала в дубае да и только сейчас вернулась в мальдив понимаете что марина дубайская да никто так не говорит все приличные все рассказывают о том что вот я где такая приличная девочка вот я пришла искать любовь понимаете на самом деле все понятно ну как бы пришла девочка симпатичный ярко потом по стечении какого-то времени узнается через там разные источники о том что эта девочка оказывается там чем-то занималась понимаете хорошим плохим кому-то мы даем шанс кого-то мы убираем не всегда это решая я не всегда это решают остальные ведущие не всегда это решает иногда это решает коллектив иногда организаторы то есть всем скопом принимаются решения и поверьте мне это такой проект на котором приниматься серьезные решения так вот я считаю что это не дичь от меня относиться плохо к экскорту вот честно вам могу сказать я считаю что сейчас это превратилось какой-то культ и многие девочки говорят а почему я должна встречаться с этим парнем который мне дарит три розочки почему я должна 10 лет выжидать на первую зарплату холодильник на вторую телевизор на третью там потом мы будем копить годами когда он мне подарит машину если я могу просто а пойти и и заработать тройку раз летать в дубае с любимым понимаете и заработать на эти ну ребят вы прикалываетесь скажите мне поэтому знаешь мне раза вы ведете аморальное шоу почему она моральная немножко не понимаю там показывают то что вам интересно потому что вы это смотрите высокие рейтинги почему высокие рейтинги у малахова программы где тоже ругаются где выясняют отношения почему высокие рейтинги у этих программ почему потому что вы это смотрите прямые эфиры вот эти вот детекторы вы же это все смотрите если бы вы это не смотрели это бы не было популярным на телеке людей это привлекает к сожалению большинстве своем я не говорю за всех но людям это интересно